Всем привет, с вами Андрей. Мы продолжаем прохождение Гладиатора. Мы в прошлой серии остановились на том, что убили Йог-Джио. В текущей серии я хотел бы сделать восхождение. Восхождение, собственно, на первый этаж. Мы сейчас на 26-м в данный момент. Хотел бы спуститься на первый этаж. Поэтому... Вот, как-то так. Для того, чтобы нам спуститься, во-первых, нужно использовать... Ну, собственно, открепить, собственно, сломанную печать амфибии, которая у нас присутствует. Использовать свиток. Улучшение. Улучшаем броню. Прикрепляем амфибию. Также, если у вас есть возможность забалансить ее, стоит это сделать. Но у нас нет пока такой возможности. Поэтому для нас это будет бесполезно. Двигаемся, собственно. Нам подсказывает то, что противники будут сильнее, нам будет больнее. То есть нам нужно быть готовым к тому, что там будет. Давайте нажмем продолжить. Если вы не хотите продолжать, стоит нажать остановиться здесь. Забрали мясо. Это говорит о том, что мы можем сделать еще один мясной пирог. Собственно, по поводу восхождения. Как вы видите, у нас цвет проклятия амулета, желтый цвет. Наша удача выходить на зеленый цвет. На самом деле, Скорпион очень глупый, потому что он уже проиграл. Собственно, как вы видите, зеленый цвет, мы можем выходить. А также у нас присутствует алхимик. Давайте добежим до алхимика. Правда, нам особо уже ничего не нужно. Но мы все-таки все лишнее уберем. То, что нам не понадобится. Собственно, шесть энергий нам нужно. Давайте где-нибудь их найдем. Например, взрыв расщепим. Найдем шесть энергий. Также, в принципе, можно камни опознания, свитки опознания расщепить. Телепортация фигбис не остается. Обезвреживание, да, антимагию возьмем одно. А, собственно, баланс, о котором я говорил чуть ранее. С помощью переработки вы можете сделать свитки, зелья, семя, рунные камни, дротики с наконечным другого типа. Соответственно, вы можете просто изменить тип, собственно, свитка, зелья, семени, рунного камня, дротика. В принципе, это полезная фиговина. Если ее использовать. Очень полезно, если у вас большой стак, например, зельев исцеления. Вы играете с фармакофобией. И очень полезно вот эту переработку поражать. И тогда вы просто получите другие зелья, которые вам не нужны. Собственно, метаморфозы, это убрать талант, получите от другого класса своего. Но нам это не актуально. Собственно, это у нас взрыв. А, это ментальный удар. Ментальный удар, на самом деле, не особо полезен. По крайней мере, в нашем случае, ментальный удар максимально эффективно будет работать с зельем ментального зрения. Как и, собственно, обычный свиток возмездия. Поэтому у нас один есть. Можем один, в принципе, оставить. Что касаемо арены. Арена нам, в принципе, не поможет. Поэтому давайте один свиток расщепим на агрессию. Что касаемо клонов. Клоны, в принципе, они полезны. Но проблема в том, что, когда вы их полезность уже сможете найти, они вам уже не понадобятся. Поэтому тут такая двоякая ситуация, по сути говоря, с этими клонами. Картографию тоже можно расщепить, потому что для нас она уже бесполезная будет. Потому что мы, в принципе, то, что хотели сделать, мы уже сделали. А что касаемо зельев. У нас присутствует зелье опыта. Как вариант, можно бафнуться на небесное вдохновение. Небесное вдохновение – это дополнительные очки навыков на каждом уровне. Очень полезная способность. Забрали. Готова она у нас. Ее, в принципе, сразу и можно выпить. По дротикам смотрим у нас. Ничего, в принципе, особо полезного нет. Пьем небесное вдохновение. Давайте посмотрим, куда мы хотели бы положить очки. Ну, я думаю, на третий точно надо положить. Вопрос, куда. Вот, наверное, на улучшение комбо и защитную стойку. А сюда просто на четверочку тоже. Давайте так и сделаем. И, собственно, будем продолжать двигаться. На третий и на четвертый уровень. А, собственно, как я говорил, на защиту и на улучшенное комбо. А тут просто плюс два не получается нажать. Нужно отключить полноэкранный режим. Вот, собственно, возвращаем полноэкранный режим. Так просто удобнее. Да и вам, скорее всего, виднее. Вот. В идеале, конечно же, хосту один снять. Надеть кольцо энергии вместо ускорения. Да, ускорение, конечно, шикарная вещь. Но перезарядка, она будет более эффективна. Потому что кольцо присутствует уже. Ну, что, собственно, убегаем. Здесь мы все сделали. Таракан в нас выстрелил. Давайте от него избавимся. Собственно, нас замедлили. Я думаю, почему мы такие медленные? Нас замедлили, а у нас скорость уменьшилась вдвое. Из-за этого мы такие медленные. Хотя, казалось бы, мы должны быть во много раз быстрее. У нас сейчас задача идти на выход. Собственно, вот он здесь присутствует. Понятное дело, с суккубом драться нам нет смысла. У нас амулет зеленый цвет, поэтому мы просто выходим. У нас желтый цвет в данный момент. Наша задача просто двигаться к выходу. Давайте двигаться к выходу. Света КД я стер, да? Ну и ладно. Как видите, мобы на нас не нападают. Но это не говорит о том, что их нет. Это говорит о том, что они просто на нас не нападают. У нас максимальный, вот собственно, скорпион. Сейчас мы его, немножко урона ему на стакаем. Давайте приблизим. Обратите внимание, мы по нему даже не попадаем. Офигеть. Можно, конечно, скорпиона на опережение попробовать сыграть. Но вообще, скорпиона нужно замедлять. Давайте попробуем так сделать. Давайте снимем, наверное. Собственно, рог. И поставим палочку порчи. Нам, собственно, дали палочку порчи. Мы замедлили скорпиона. Из-за этого мы можем нанести ему больше урона, чем скорпион, скорее всего, сможет пережить. Я думаю, что 35 хватит, чтобы убить злобоглаза. Собственно, мы можем скорпиона уже не убивать, потому что для нас мы убили злобоглаза комбо ударами. Из-за этого мы, собственно, можем двигаться дальше. Следующий этаж. Мы не до конца исследовали. Давайте пробежим, посмотрим. Мы видим сундук. Давайте посмотрим, что это за сундук. Сундук, это мимик. Чтобы, собственно, избавиться от него, нам нужно его пнуть. Мимик, собственно, проснулся. Довим ему ослабление. У нас нет скорости атаки. Если бы у нас была бы еще скорость атаки, хотя бы в двоечку, в троечку, мы бы чувствовали себя более комфортно. Мимика нам не засчитали за моба, который присутствует на уровне. Поэтому мы просто убиваем суккуба. Как вы видите, нам дали тысячу аж монет. Офигеть! На самом деле, меня эта цифра удивила. Собственно, наступаем на скорополох для того, чтобы двигаться быстрее. Для того, чтобы нас никто не трогал. Мы видим злобоглаза. Несколько этих штук. Но они нас не успеют увидеть, потому что мы стоим на скорополохе. Поэтому скорополох такой полезный. Особенно, когда у вас присутствует скорость. Враги просто не успеют что-либо сделать. Потому что вы просто элементарно будете раза в два быстрее их. Мы ищем сундук, который здесь присутствует. Он в единственном экземпляре должен быть. Но я почему-то не могу. Возможно, я его забрал уже. Ну и ладно. Обратите внимание, у нас зеленый цвет. Так мы, в принципе, выходим. Наша задача просто не попадать в такие вот дырки. Для того, чтобы злобоглаз он нас увидел. Это, кстати, очень плохо. Потому что нам не нужно с ним драться в данный момент. Он нам сейчас уберет дверь. Книда злобоглазная. Но, опять же, если бы у нас были бы цепи, мы бы сквозь двери смогли бы пройти. Но цепи качаются, когда перезаряжаются. Только, когда вы получаете опыт. Ну, либо, собственно, когда у вас включен способность перезарядка. Собственно, способность перезарядку можно получить через свитки. Мистические энергии они делаются через свитки. От свитков перезарядки. Либо, собственно, если вы играете магом, просто в ближнем бою. Боевым. Наша задача убить пару мобов. Ну, давайте заберем это растение. Нам дали эффект благословления. Благословление увеличения точности уклонения на 30 ходов. Ну, собственно, наша задача двигаться в сторону. Это растущий чемпион. Это один из самых сильных противников. Которых мы могли вообще встретить. Особенно на выходе. Мы скинули растущего чемпиона, но нам его не засчитали. Из-за того, что у нас очень большая скорость, мы можем пропускать несколько ходов. А вообще, идет два хода зарядку злобоглаза. Поэтому очень важно не пропустить этот момент. У меня люди в комментариях спрашивают об этом. вот, чтобы вы знали. Ну, сугубо, нам драться нет смысла. У нас зеленый свет, поэтому мы просто выходим. Собственно, финальная, скажем так, босс, комната, как угодно назовите ее, больше торговцев здесь не будет. От слова совсем, то есть, это единственный торговец, который вам хоть что-то может продать на выходе. Как вариант, можно купить силовой куб. Пускай валяется. Зеркальные копии сомнительные, опознание, в принципе, тоже. Баланс, кстати говоря, я баланс так и... Ну, и баланс у меня есть. Давайте забалансируем свой... Забалансируем на защиту. На место уклонения. Протремчивый бес ругается на нас, говорит, что ты сделал. Мне теперь нужно отсюда выбираться. Заберем цветок рассеивания проклятий. И побежим дальше. Нашу задачу бить пару мобов. Вот, например, мы только что убили холода, элементаля. Нам нужно еще одного убить. Собственно, это у нас голем. Голем, конечно, плохой противник на выходе особенно. Почему голем плохой противник? Потому что он очень сильный. Давайте его ударим. Собственно, проклятие упало. Зеленый свет мы выходим. Выходим. Смотрим дальше. Нам нужно вверх. Давайте пробежимся, посмотрим, где лучше. Лучше, конечно, наверное, справа. В принципе, равнофиксенно. Вот монах. Давайте ему дадим ослабление. Монах нас увидел. Отлично. Если у вас есть магическое оружие любого типа, стоит его использовать против монаха и дать ему текущий урон. Любого типа, например, огонь, яд и так далее. Потому что против монаха драться физой сомнительное удовольствие. Монах будет у вас сильнее, плюс он еще и парирует. Блокирует, как вы видите. То есть, исключение есть только у вас очень и очень много урона. Давайте подождем. До сих пор мы уже двух убили, но что-то нам как-то не засчитали. Давайте еще кого-нибудь найдем. Мы видим еще, но опять монахов. Как же нам не везет на монахов, а? Ну вот в урдалаке это, конечно, печально. Давайте посмотрим, чтобы он не запарировал удар и натиском его убьем. А проклятие упало, мы можем выходить отсюда. У нас зеленый свет. У нас, собственно, 17 этаж. Двигаемся к выкупу. Мы, собственно, уже добежали, но никого по дороге не встретили. Давайте заберем деньги. Благодаря скорости это можно очень быстро сделать. Не особо заморачиваться о том, что кто-то тебе что-то нанесет. Пылающий чемпион на самом деле это очень смешной чемпион. Почему? Потому что он ледяной, но в то же время он пылающий. То есть непонятно, как от него защищаться на самом деле. Почему? Потому что он пылающий и он ледяной. Против льда работает тактика то, что вы, грубо говоря, играете без воды. Но если вы играете против огня, вам нужно играть от воды. То есть получается зеркальная тактика. И непонятно до конца, какие конкретно использовать способности. Против плавящего чемпиона. Морозного. Считание просто. Обратите внимание, у него точность нашего оружия прям просто поражает. Оружие сбалансировано вроде бы на скорость, но что-то как-то слабовато. Ну, по сути, амфибия нам особо не поможет. Хотя, кто его знает. У нас есть еще несколько грифелей. Можно, как вариант, попробовать начертить. Кто-то не увидел. Что там? Тьма, что ли? Да. А тьма, она, кстати, более полезная. Тьма дает уклонение. У нас... В зеленый свет мы выходим просто. Тупо. А у нас 16 этаж. Наждача бежать ближе к выходу. Мы, собственно, уже добежали, но могут по дороге не встретили. А в тьме у нас вообще практически не увидят. И мобы к нам не прибегут. Если вы играете с испытанием единого разума, и зачарование у вас тьмы присутствует, то враги вас будут меньше видеть. Они будут вас постоянно терять. Даже вплотную иногда. Как вы видите, мы не сможем убить, скорее всего, этих. Потому что у нас нету массового урона. Нам нельзя пробивать... Вообще-то нам в идеале по-хорошему убить этого элементаля. Если нам засчитают, то хорошо. Обратите внимание, сколько здесь этих вурдалаков. Это просто жесть. Тут два. Тут еще два. Вот тут еще три. Короче говоря, вурдалаков тут очень много. А как ты здесь оказался? Расскажи мне. Взем электрического. Взем электрического. Надеемся на то, что нам... Да, проклятие амулета упало. Собственно, что снимать проклятие амулета? Потому что бить этих вурдалаков это очень тяжело будет. Их очень много. И они из-за этого будут постоянно резаться. Что нам, по сути говоря, не нужно. Бежим дальше. Собственно, у нас опять желтый цвет. Бежим к выходу. Нам подсказывает то, что смертельная опасность присутствует. Но это, в принципе, не страшно. А у нас также здесь пещерное чудо нарисовалось. Наша задача от него избавиться. Самый лучший способ от него избавиться. Просто подкинуть в пропасть. И самый лучший способ он будет где-то здесь. Давайте подождем его. Обратите внимание, мы рядом с ним пробежали. Он нас даже не увидел. О, сейчас увидел. На самом деле очень смешно. И бобы очень смешные. Из-за того, что они не всегда вас видят, когда вы в тьме. Мы избавились от одного. Но нам, видимо, кто-то еще нужен. Потому что этого, видимо, недостаточно. Ух ты, капец. Чтобы вы понимали, это гнул шаман растущий. То есть это очень сильный противник. Но он сам по себе не особо сильный. Но из-за того, что он растущий чемпион, он силен. Давайте ударим его комбо. Собственно, проклятие, амол пала. Как вы видите, у нас зеленый свет. Мы, собственно, выходим. Бежим к выходу. Выход у нас здесь. Собственно, тринадцатый этаж. Он ничем, в принципе, особо не должен быть примечательным. Наши начали также бежать к выходу. Давайте посмотрим, где у нас выход находится. У нас выход находится внизу. Что касаемо гнул-громилы, в принципе, мы смогли бы с ним подраться. Главное, чтобы он не был в ярости. Если гнул-громилы в ярости, то мы, скорее всего, не сможем просто его убить. Он нам будет очень-очень много урона впихивать. Что нам, я думаю, не очень нужно. Убьем его натиском. Видим, что он перешел в стадию ярости. Теперь просто от него убегаем. Видим пещерный упредельщик, но мы, скорее всего, не сможем его убить здесь. По крайней мере, как хотелось бы быстро. Поэтому давайте попытаемся его обойти. Гнул в любом случае погибнет, потому что из состояния ярости. То есть, по сути, у нас плюс один. Собственно, у нас летучая мышь, но она нас почему-то не увидела. Причем в упор не увидела. Настакиваем урон. Нам подсказывает то, что мы уже можем выходить. Это говорит о том, что мы просто можем сейчас разворачиваться и убегать. Давайте так и сделаем. Собственно, следующий этаж. Это наш кузнец. На самом деле, я не понимаю, почему он здесь присутствует. На самом деле, его не должно быть здесь, но он здесь почему-то присутствует. Как и видите, кузнеца не должно быть, и он исчез. Потому что, по сути, кузнец отсутствует. И это, наверное, из-за того, что я не забрал у него кирку. Возможно, дело было в этом. На самом деле, кирка, она полезна дуэлянту. Если вы играете за этот класс, вам кирка будет очень-очень полезна. А в остальных случаях, кирка не особо для вас будет полезна. Мы, собственно, убили пещерного приельщика. Ждем теперь следующего моба. Хотя бы какого-нибудь. Чем минус темноты? То, что все враги вас перестают замечать. Поклятие амулета упало, как вы видите. Значит, мы просто выходим. Потому что нам нет смысла ловить больше. Собственно, урон лишний. Обратите внимание, надпись «Торговец сбегает». На самом деле, он не торговец. Но почему-то это был кузнец. Но почему-то записано, что это именно торговец сбегает. Что вот удивительно. Обратите внимание. Торговец там уже давно отсутствует. Торговец у нас был без. Единственный. И он явно был не на 12 этаже. Собственно, двигаемся к выходу. Мы прибежали к выходу. Но соперников пока не встретили. Давайте поясним соперников. В надежде хоть кого-нибудь найти. Собственно, видим гнолу Громилу. Давайте его покатаем. Для того, чтобы его покатать, нам нужно, чтобы он сделал так, как нам нужно нам. Гнолу Громилу у нас почему-то не хочет лицезреть. Мы ему еще дали ужас. Ой, блин, вдохновленное чудо. Собственно, мы убили двух летучих мышей. Нас перевели на следующий уровень. Поэтому мы просто убегаем. Собственно, комната с боссом, она неактивная. Вы можете полечиться, восстановиться, хилки собрать и так далее. Очень полезная в общем комната. Давайте пробежимся. Собственно, девятый этаж. Наша задача опять же двигаться в сторону выхода. Видим некроманта. Давайте к нему поближе подползем. И попробуем подтолкнуть. Как видите, у нас не получилось его подтолкнуть. Давайте попробуем еще раз. У нас получилось его подтолкнуть второй раз. За предметы с него можно не переживать, потому что мы не получаем опыта в максимальный уровень. Из-за этого предметы мы не получаем. Собственно, некромант еще один стоит там. Давайте его подождем. И подтолкнем. Как видите, некромант отсутствует. Видим вора. Вор очень и очень сильно любит уклоняться. Поэтому вора в идеале издавать дебаф, как вы видите, уязвимость. Тем самым магия повышает физический урон причиняемому персонажу. Весь входящий физический урон, оставшийся после блокировки броней, увеличен на 30%. Но на самом деле это очень хорошо. Это тем самым мы благодаря вот этому дебафу, кстати, который у Кирги присутствует, если играть за Дувилянта, очень и очень сильно можно пробивать цели. Как вы видите, возвращаем свой рацион пищи. У нас зеленый цвет, мы выходим. Собственно, ищем, где выход у нас находится. Выход у нас сверху. Давайте прибежимся. Прибежали к выходу. Собственно, давайте у нас тут некромант. Давайте подеремся с некромантом. Наша задача очень много урона не получать при этом. Но вообще удивительно, почему некромант на восьмой этаж забрался. Хотя, в принципе, это логично, некромантно. Давайте его ударим, собственно. Натиском, и он погиб. У нас зеленый цвет, мы выходим. Седьмой этаж. Давайте поищем, где у нас выход. Выход у нас присутствует. Мы видим скелета. Наша задача его отправить подальше, чтобы он нам не мешал. Для этого его нужно просто сбросить в пропасть. Собственно, как вы видите, мы его сбросили в пропасть. Тем самым мы можем убегать. Потому что у нас был зеленый цвет. Следующий этаж, шестой. Собственно, двигаемся в сторону выхода. Мы видим муху. С мухой драться сомнительное удовольствие. Но все-таки давайте попробуем. В идеале, если у вас против мухи работает... Если вы находитесь в длинном коридоре, и у вас против мухи работает палочка дезинтеграции. Очень хорошо. Также палочка горения и коррозии. Также все эффекты похожи. В идеале муху можно отравить. Давайте попробуем так сделать. У нас есть огонь. Для чего мы ее кинули в нее огнем? Для того, чтобы муха горела. Учитывая то, что она является летающим противником, она будет 100% гореть. Против мухи нужно использовать именно обрушение, а не что-то другое, потому что на муху оно, скорее всего, может и не подействовать. Внимание, сколько я урон у скелета наношел. Ноль. Видите, как многое, да? А теперь 70. Собственно, у нас зеленый цвет, мы выходим. Собственно, пятый этаж. Тут должен присутствовать король-крыс. Давайте его отпустим. Король-крыс я не сплю. Ну, собственно, у нас нет короны для него, поэтому для него на него все равно. А так можно, в принципе, ему отдать корону, которая выбивается из короля дворов, и воспользоваться. И получить свои сильные таланты, а очень полезные будут на выходе. Крайне полезные. Особенно, если вы играете в первый раз, эти таланты прям ух. А это у нас один из самых мягких противников. Капец, ты бьешь, а? Что бы вы понимали, это краб, один из самых сильных противников текущего этажа. Ну, так сказать, скажем так, текущей локации. Бьет очень-очень больно. Практически, как вы видите, мы его не пробиваем. Проецирующий чемпион, он наносит на 25% больше урона. Вот, наверное, из-за этого он так больно и бьет. Мы, собственно, его убили. У нас зеленый свет, как вы видите. Мы выходим. Нас преследовал разведчик, но мы ему помахали ручкой. Не заморачиваемся. На, собственно, следующий этаж. Двигаемся в сторону выхода. Мы видим крысу. Были бы мы королем крыс, крыса была бы на нашей стороне. А так, крыса не на нашей стороне. Крысу, как вариант, можно сбросить в пустоту. Для этого вам нужно ее просто подтолкнуть. Со змеей та же самая ситуация. Змеи очень сильно уворотливые, но у них есть фишка. Они плохо дружат с зверями. Собственно, как вы видите, она вас даже не увидит. Мы сами упадем в пропасть, скорее всего. Если подтолкнем его. Подтолкнули двоих, и, собственно, минус две цели у нас одновременно. И нам проклятие скинули. У нас зеленый свет, мы уходим. Собственно, следующий этаж. Смотрим. Выходы бежим. Добежали до выхода. Нам говорят, что пока ни одного моба не встретили. Это, собственно, овечья ловушка. Очень полезная защитная ловушка, по сути говоря. Благодаря ей можно перезарядить палочки, если у вас есть камни шока. У нас таких камней нету. Камни шока получаются. Сейчас я вам их визуально покажу. Вот он. Камень шока. Он получается из свитка перезарядки. Ну, собственно, я саму даже наглядно могу пренемонстрировать. Все, собственно, у нас зеленый свет. Давайте я вам покажу камни шока напоследок. Ну, вот, собственно, светильная энергия, о которой я говорил ранее. Собственно, вы... Вот, обратите внимание, у меня, например... Давайте сейчас, чтобы было более наглядно. У меня, например, палочка перезарядки 0 в данный момент. Мы используем стадо. И кидаем камень шока. Обратите внимание, сколько у нас зарядов на палочке. Ждем, пока овцы упадут. И, собственно, выходим. Видите, да? То есть, сколько... То есть, моментальная перезарядка очень-очень полезная. Это, получается, вы ставите камни стада. Они у нас делаются из, собственно, зеркальных копий. Ну, не самые полезные, но все-таки. И, собственно, и камни шока. Они делаются из свитков перезарядки. И вы можете перезаряжать свои палочки. Очень-очень полезно. Собственно, у нас зеленый свет был бы, если бы мы кого-нибудь еще убили. Но у нас пока желтый свет, поэтому мы просто ждем наших врагов, которые почему-то до сих пор не идут. Обратите внимание, змея. Как вы помните, змея не очень любит двери, но она нас не видит. То есть, вы видите, там мы вплотную к змее стоим, но сейчас нас тут увидело. Змея очень не любит двери. Если у вас урона больше, чем достаточно, змея просто не переваривает двери. Поэтому ее нужно постоянно бить через двери. Очень высокий процент уклонения. Собственно, у нас зеленый свет, мы, в принципе, можем особо не драться больше, просто выходить. Игра окончена. Собственно, мы выиграли игру, вышли. Как и планировалось. Вот. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok